Если вам, как и трем героям нашего сюжета, молодой семье Дощук, окончательно надоели кубики, книжки, конструкторы и машинки, самое подходящее время для знакомства с папа-залом. Георгию нет еще и двух, маленький, а уже спортсмен. А как иначе, когда перед глазами такой яркий пример для подражания папа Саша. Мужское начало в семье крайне важно, считают все члены дружной спортивной семьи. Ведь мальчики, становясь взрослыми, будут стараться стать такими, как папа. Очень важно, особенно в наше время, когда дети прилипли к планшетам, к телефонам, чтобы такие проекты развивались, чтобы их было больше. И мы будем, как любители активного образа жизни, помогать этим проектам и присутствием, и какими-то своими посильными вложениями. Задумка очень здоровская. Хотелось побольше таких мероприятий, чтобы мам разгрузить, чтобы папы побольше общались с детьми. Потому что, особенно когда у нас сын, общение сына именно с папой, это очень важно. Папа-зал – это вполне достойная замена тусовкам в песочнице. Это место для развития ребенка, его физкультурных способностей, адаптации к детскому саду и, конечно же, возможность для отдыха мамы. Суть проекта проста. Пару раз в неделю папы вместе со своими детьми приходят в папа-зал поиграть, заняться спортом, пообщаться между собой, обменяться опытом и дать немножко отдохнуть мамам. Идея собрать отцов вместе с детишками – это не первая. Но именно вот это, она вызвала такой ажиотаж неожиданный. И выстрелила, и действительно стала очень популярна среди отцов. Польза проекта неоспорима. Во-первых, маленькие брещане больше времени будут проводить со своими папами. Во-вторых, общаться с другими детьми. И в-третьих, развиваться физически. Папы тем временем найдут единомышленников и новых друзей, а мамы получат возможность отдохнуть. Ну а в канун женского праздника – навести красоту.